МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году Роснедра могут провести конкурсы по Назымскому и Ай-Яунскому нефтегазовым участкам. Их освоение потребует применения капиталоемких инновационных технологий для вовлечения трудноизвлекаемых запасов углеводородов, уточнил министр. Архангельские депутаты одобрили законопроект о вступлении в брак до 16 лет. Оговаривается, что это бракосочетание возможно лишь в особых случаях. Возможно, это беременность юной супруги, но конкретного подтверждения этих слов депутаты не озвучили. Семейный кодекс Российской Федерации гласит, что брак может быть заключен лишь по обоюдному согласию женщины и мужчины. При этом они должны достигнуть брачного возраста. В России он установлен на уровне 18 лет. Органы местного самоуправления могут разрешить пожениться в 16 лет, если на то есть уважительная причина. Архангельские авторы законопроекта приводят цифры. В Поморье с 2012 по 2014 годы родилось 185 детей от мам, которым не исполнилось 16 лет. Первый российский беспилотник массой около 5 тонн, разработанный для наблюдения за арктической зоной России, планируют до конца года поднять в небо сотрудники Казанского опытно-конструкторского бюро «Сокол». Летательный аппарат предназначен для контроля за метеоусловиями, мониторинга ледовой обстановки в Арктике и обеспечения безопасности полетов воздушных судов за полярным кругом. Согласно техническому заданию, 5-тонный беспилотник должен без дозаправки преодолевать 10 тысяч километров, непрерывно находиться в воздухе не менее 48 часов и подниматься на высоту до 12 тысяч метров. Аппарат практически полностью создан из российских комплектующих. Минобороны России отправило военным, проходящим службу на Арктических островах, новейший комплект формы для суровых условий северных гарнизонов. Для бойцов, служащих в Арктике, разработали специальный арктический костюм, состоящий из более 10 предметов, в том числе летний и зимний комплект одежды, термобелье, обувь. Стоимость одного комплекта составляет свыше 200 тысяч рублей. Арктические костюмы отправлены кораблями в рамках северного завоза. Как отметили в Минобороны, костюмы предназначены только для военнослужащих, проходящих службу на островах. Ранее заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению Дмитрий Булгаков заявил, в отдаленные гарнизоны Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках северного завоза уже доставлено более 70% материальных средств из запланированных 140 тысяч тонн. В Санкт-Петербурге состоялась церемония подъема государственного флага на головном ледоколе проекта «Владивосток», построенном на Выборгском судостроительном заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию. В торжественной церемонии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Федерального агентства морского и речного транспорта, Росморпорт, Российского морского регистра судоходства, Выборгского судостроительного завода. «Владивосток» – новейший и самый мощный из всех дизель-электрических ледоколов, которые сегодня работают в Российской Федерации. Параллельно Выборгский судостроительный завод строит еще два судна данного проекта. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что этому будет продолжение, поскольку именно длинная серия судов и кораблей позволяет повышать производственную эффективность и давать заказчику лучшие коммерческие условия. Закладка головного ледокола «Владивосток» прошла на Выборгской верфи 17 октября 2012 года. В декабре того же года были заложены два других ледокола. Судно способно преодолевать льды толщиной до полутора метров. Длина ледокола составляет 119,8 метров. Ширина – 27,5. Полное водоизмещение – 14 322 тонны. Автономность судна в море – 40 суток. Основное назначение ледокола – самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировка, тушение пожаров на плавучих объектах и иных сооружениях, помощь судам, терпящим бедствия, перевозка полезных грузов. Инвестиции китайских государственных фондов помогут России преодолеть введенные США санкции и будут способствовать освоению арктических газовых месторождений. Такое заявление сделал генеральный директор французской нефтегазовой компании «Тоталь» Патрик Куяне. Он отметил, что недавно китайский фонд «Шелкового пути», активы которого оцениваются в 40 миллиардов долларов, приобрел у компании «Новотек» 9,9% акций в компании «Ямал-СПГ». При этом сумма сделки не раскрывается. Директор отметил, партнеры проекта рассчитывают получить финансирование в китайских банках. Однако, когда заемные средства поступят на счета «Ямал-СПГ», пока неизвестно. Исход переговоров с кредиторами зависит от политической ситуации в мире, полагает глава «Тоталь». При этом акционеры проекта надеются на инвестиции в размере до 4 миллиардов долларов от российских банков. Одновременно они рассчитывают на европейские и азиатские займы на сумму до 5 миллиардов долларов. Издание отмечает, что «Ямал-СПГ» стал своеобразным тестом, который должен продемонстрировать способность России реализовывать сложные и дорогостоящие энергетические проекты в условиях американских санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли. Компания «Тоталь» тоже является акционером проекта «Ямал-СПГ» по строительству завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Передвижной медицинский комплекс начал действовать на «Ямале». Он будет работать на базе регионального центра медицинской профилактики. Первыми смогли воспользоваться услугами мобильного центра здоровья жители Надыма. Передвижной комплекс представляет собой автобус, оснащенный современным диагностическим оборудованием. Он был приобретен на средства регионального бюджета. На сегодняшний день система медицинской профилактики на «Ямале» – одна из лучших в России, отметил директор Департамента здравоохранения региона Николай Винокуров на презентации медкомплекса. По мнению Винокурова, мобильный центр сделает медицинскую помощь более доступной для жителей округа. С помощью медицинского оборудования, которым оснащен передвижной комплекс, врачи могут в течение нескольких минут провести скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья пациента, функциональных и адаптивных резервов организма. Техника позволяет сделать компьютеризированный скрининг сердца и сосудов, проверить состояние дыхательной системы, определить композиционный состав тела. Результат биохимического состава крови пациент получает уже через минуту. В течение смены врач и две медсестры передвижного медцентра могут принять до 40 пациентов. При этом автобус обладает высокой проходимостью и может проехать по дороге с любым покрытием. В первый день работы мобильного центра здоровья экспресс-осмотр прошли 30 жителей Ямала. 3 октября передвижной медцентр отправится в поселок Карачаево. Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты к 2100 году может составить до 166 триллионов долларов. Такие подсчеты сделали американские климатологи, оценив негативный эффект глобального потепления. Ученые рассчитали, сколько метана и двуокиси углерода будут выделять территории вечной мерзлоты под влиянием температуры, влажности и других климатических факторов. Оценочная сумма ущерба варьируется от 3 триллионов долларов до 166, в зависимости от интенсивности потепления в Арктике. Средний показатель – 43 триллиона долларов. Однако значительное сокращение выбросов от автомобилей и промышленных предприятий ещё могут снизить цену до 6 триллионов долларов, считают учёные. Завершён очередной полевой этап работ по проекту «Белуха Белого моря-2015», который реализуется при поддержке Международного фонда защиты животных. В исследовании беломорской белухи принимали участие специалисты Института океанологии имени Шершова РАН и эксперты Совета по морским млекопитающим. Основная масса экспедиции находилась на мысе Белужей, острово Соловецкий, где были продолжены работы по многолетнему мониторингу возрастно-полового состава и особенностей поведения белух Соловецкого летнего репродуктивного скопления. Здесь были продолжены работы по фотоидентификации белух, позволившие дополнить и расширить составленный ранее каталог животных, различаемых по индивидуальным маркерам. Впервые для регистрации поведения белух и перемещения животных был применён специальный воздушный шар — геликайт. Это некий гибрид воздушного змея — кайта и маленького воздушного шара, наполненного гелием. Белухи не боятся геликайта, вернее, вообще не обращают на него внимания, в отличие от других беспилотных летательных аппаратов. Данная методика позволяет гораздо более корректно оценить не только численность, но и возрастной состав группировки животных и дополняет традиционные визуальные наблюдения с береговой вышки. Анализ полученных данных при сравнении с имеющимися данными по белухам Онежского залива важен для понимания структуры беломорской популяции в целом, сообщает Пресс-служба Совета по морским лекопитающим.